Доброе утро, уважаемые телезрители! Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня, в первый воскресный день после праздника Крещения, мы слышали краткое слово евангельское. Мы слышали евангельское слово о том пророчестве, которое возвещал нам пророк Исаии. Вот слова этого пророчества. «Люди, сидящие во тьме, видели свет вели, и люди, сидящие в сене смертной, свет воссиял им». Это пророчество на самом деле относится у пророка Исаии к вполне конкретным земным событиям, которые были связаны с тем периодом, когда Северная Палестина, в частности Галилея и вообще земля, земли, которые перечисляются в Евангелии, были оккупированы ассирийскими армиями. И Слово Божие видит в этом пророчестве указание на то, что Христос принесет свет в мир, который явится избавлением не просто этого народа в этой конкретной земной ситуации от этого бедствия, но который дарует этому народу и всем народам жизнь, исполненную света нетленного. И Православная Церковь призывает нас именно так видеть жизнь, именно так учиться этому, чтобы мы понимали, что только светом Христовым возможно для нас избавление от всего, что постигает нас здесь на земле. Без этого света нет никакой надежды. Без этого света любое процветание любого народа, каждого из нас будет той тьмой, тем мраком, нисколько не меньшим, тем бедствия, унижения, порабощения, растления всей нации, тогда, во время земной жизни Христа. Поэтому и в сегодняшних бедствиях, бедах и потрясениях, которые происходят в том или ином уголке мира, да и у нас, Святая Церковь призывает всех нас видеть, видеть, как ни странно это прозвучит, видеть милость Божью, то есть указание на то, что мы не достигаем еще того света, который принес нам Христос, потому что нет в нас покаяния. И, видимо, это благо для нас, что без покаяния мы не можем почувствовать, что у нас все достаточно благополучно и хорошо. И как же мы суетимся, и как мы не можем никак успокоиться. Но вот через эти порой предельные скорби и страдания мы призываемся к покаяться и узнать то, что Христос принес в мир, и приобрести не часть, а все, что есть у Бога. «Покайтесь, – говорит Господь, – ибо приблизилось Царство Небесное». И этот голос Бога звучит. Особенно актуально он звучит сегодня. Не какие-то голоса, которые исполнены колебаний и сомнений. Здесь свет, который преодолевает всякую тьму. И, подобно тому, как Христос завершает свое служение словами, «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа», словами, которые мы слышим в Евангелии от Иоанна, словами, которые Христос произнес по воскресении Своем, «Подобно тому, так и сейчас он говорит, обращаясь ко всем народам и ко всем людям, к каждому человеку, без исключения. Мы должны оставить свои собственные пути, свою правду и обратиться к Богу. Мы должны перестать смотреть в землю и поднять свой взор к Господу. Мы с вами призываемся избрать то направление жизни, которое к Богу нас приближает. Пока этого нет, то чем быстрее мы идем, тем дальше мы удаляемся от Бога. чем больше, больших успехов мы достигаем, тем больше разрушаем мы нашу собственную жизнь. Вот давайте подумаем над сказанным. Подумаем и обратимся в ту сторону, где Христос, где этот голос звучит. «Обратимся к Церкви Божией, услышим этот зов Христов». Исполнились времена и сроки. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Приближается Христос. Конечно, в свое время и срок, но теперь уже во втором и славном своем пришествии. Приближается, чтобы судить весь мир, каждого человека по делам его, и определить его участь на вечные времена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok